Девочка-мальчик-собака. Эту книгу Валерия Воскобойникова для очередной встречи проекта «Читаем вслух». В ней рассказывается о мальчике Антоне, который мечтал о собаке, и девочке Оле, которая помогала Антону преодолевать возникающие на пути к его мечте трудности. Книгу для встречи выбрали не случайно. У Валерия Михайловича Воскобойникова две недели назад, 1 апреля, был круглый день рождения. Ему исполнилось 85 лет. И я подумала, что взять его хорошую книгу «Девочка-мальчика-собака» будет очень правильно. Основная цель проекта «Читаем вслух» – знакомство с качественной литературой. На этом мероприятии собрались ребята, которые прониклись и заинтересовались сюжетом. Он стоял по Владимирсам в постели, рядом с театром. На театре всегда веселее и фиша. Вечером их любили, как реальные люди. После чтения мы поговорили с некоторыми из ребят, и оказалось, что у многих дома живут собаки, и поэтому их особенно заинтересовало и зацепило произведение Воскобойникова. У меня есть дома домашние животные, две собаки. Ты сильно их любишь? Как ты к ним вообще относишься? Мне, в принципе, нравятся собаки, и мне интересно с ними работать, дрессировать их. То есть произведение тебе понравилось так же, потому что там участвовала собака? И в этой степени тоже. Мне оно понравилось. В принципе, мне понравился весь сюжет. Мероприятие подарило положительные эмоции всем участникам. Каждый узнал и открыл для себя что-то новое. Мне очень понравилось, как читали люди, и также мне понравилось само читать на публику. Следующая встреча проектируют 14 мая. Восьмиклассники прочитают стихи Булата Акуджавы и Юлии Торониной. Софья Глаголева, Руслан Лапшин. Объединение журналистика Дворца детского творчества для службы новостей Саров-24.